Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, удавился ли Иуда или разбился о скалы? На самом деле вопрос сложный. В Евангелии от Матфея 27.5 дается одно объяснение, а в книге «Деяния святых апостолов» 1.18 другое объяснение. Давайте прочитаем, что пишет Матфей. «И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Казалось бы, все лаконично и понятно. Но в то же время в книге «Деяния апостолов» 1.18 сказано «Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, то есть в некое углубление или в пропасть, не зринулся, сорвался, можно так перевести, рассеялось чрево его от удара и выпалили все внутренности его». То есть удар был с какой-то высоты. А какое можно здесь найти решение? На самом деле, как считают современные экзегеты, эти сообщения не противоречивают друг другу, но взаимно дополняют друг друга. Как и сказано, у Матфея Иуда повесился. Сообщение в «Деяниях» просто дополняет, что Иуда упал, не зринулся, и его тело разбилось, и все внутренности выпали. Это естественно, так как он повесился на дереве растущем на скале и упал, возможно, на острые камни. Вот что мы можем прочитать в толковой православной Библии преемников Лопухина. Вероятно, по удавлении тело его оборвалось, отчего и произошло то, о чем говорит апостол Петр. И что у нас получается? Таким образом, Иуда сначала повесился, как мы прочитали у Матфея, пошел, удавился. Затем его тело сорвалось и упало, упав на камни, разорвалось. Вполне вероятно, что он повесился на ветке дерева, которое могло расти над пропастью, чтобы уже наверняка, никто бы его не снял бы, может быть, он залез на эту ветку, привязал веревку и потом сорвался вниз. Таким образом он и удавился, и был разбит о камни. Кстати, закон Божий иногда предусматривал сразу несколько наказаний для преступников. Например, побиение камнями и повешение, и плюс сожжение. Вот в сочетании с Иудой, как бы сразу несколько казней, обнаружились в его случае, ну, конечно же, от величия того преступления, которое он совершил. Есть предание христианское, что когда Иуда хотел вешаться, веточка все время наклонялась, она не давала им возможность повиснуть, и тогда он обошел дерево с другой стороны, там, где ветки действительно были над какой-то пропастью, и там он повесился, и потом эта ветка оборвалась. То есть даже как бы мир природы сопротивлялся такой ужасной кончине, потому что если бы он раскаялся бы, Господь без сомнения простил бы и его. Итак, друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет вовремя, чтобы получать информацию о новых беседах, и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!